Здравствуйте! Вы смотрите программу «12 созвездий». Какой прогноз подготовили астрологи с 9 по 15 октября, узнаем прямо сейчас. В начале выпуска о знаке зодиака весы расскажет астролог Енина Балашова. Весы. Солнце прибывает в созвездии весов с 23 сентября по 22 октября. Планета-управитель весов – это Венера, знак внутренней и внешней гармонии, взвешенности в словах и поступках, знак партнерских отношений. Весы всю первую половину жизни ориентированы на других. Он, она, они. Весы – знак замечательного художественного вкуса. Они наделены музыкальным талантом. Это знак осени. Весы комфортно себя чувствуют в таких местах, как горы, луга, леса, берега и моря. Камни, которые помогают весам. Это лазурит, опал и розовый кварц. Основные задачи для овнов на середину октября – научиться проявлять свои чувства, слышать и слушать. Люди к вам тянутся как к магниту. Всем хочется вашего внимания и понимания. Примерьте роль психолога, но про себя не забывайте. На этой неделе тельцы могут позволить себе быть более эксцентричными, чем обычно. Не проходите мимо ярких вещей, крупных украшений и оригинальных аксессуаров. В середине октября весь фокус внимания у близнецов будет направлен на финансовый вопрос. Эта тема может вызывать у вас напряжение из-за нестабильных доходов и неустойчивого положения. Важно обходить стороной любые сомнительные денежные авантюры. Постарайтесь на этой неделе не давать в долг и не брать кредиты. Раков ждет стабильный, размеренный октябрь, наполненный приятными ожиданиями. Идеи, планы – все то, что давно витало в воздухе, должны воплотиться в жизнь. Не торопите события, время развивать, вкладывать и взращивать. Действуйте в комфортном для вас темпе, не ждите результатов здесь и сейчас. Продолжайте идти, составьте план, подумайте, что вам может помочь на пути, и вы получите в результате спелые и сочные плоды. Львы всю неделю будут корректировать свои планы. Перемен в жизни придется подождать. Они произойдут, но подходящий момент для них еще не наступил. В отношениях представители огненной стихии столкнутся с повторяющимися ситуациями и имеют риски снова наступить на те же грабли. Главная рекомендация – не форсировать события и не повторять старых ошибок. При общении со служивцами девы могут получить очень важные сведения. Внимательно прислушивайтесь к собеседникам и оценивайте поступающую информацию. Деловые начинания женщин-дев окажутся успешными и крайне выгодными. Астрологи рекомендуют сосредоточиться на командных заданиях, в которых представительницы этого знака смогут проявить свои лидерские качества. Свободные от отношений весы заинтересуются кем-то из своего окружения, на кого раньше не обращали внимания, открыв в этом человеке важные качества, черты характера, а также общей ценности. А семейные весы получат подарки или особые знаки внимания со стороны своих вторых половинок. Скорпионам учеба и общение со знающими людьми помогут расширить кругозор и прояснить картину мира. В результате вы будете действовать более эффективно и сможете многого добиться. У стрельцов может появиться влиятельный покровитель или знакомый, с чьей помощью реализовать планы будет гораздо проще. Предоставится шанс найти дополнительную подработку, о которой вы давно задумывались. Избегайте участия в шумных вечеринках, особенно во второй половине недели. Все, что козероги задумывают в октябре, будет осуществляться легко. Все благодаря вашему обаянию. Надевайте свои лучшие наряды и выходите в свет. Все взгляды прикованы к вам. Весьма вероятно, что приятельские связи козерогов перерастут в романтические отношения. Скорее всего, кто-то из ваших старых друзей покажет себя в абсолютно новом качестве, что заставит вас пересмотреть свое отношение к нему. Начало недели удачно складывается для учебы и карьерного роста. Возможно, именно сейчас обсуждается ваше назначение на новую должность, но чтобы получить желаемое, вам придется пойти на чужие условия. Круг знакомых на этой неделе может существенно расшириться, если вы воспользуетесь возможностью попасть в новую компанию. Астрологи утверждают, для рыб середина октября хорошее время для дальних путешествий, поездок за границу и знакомства с людьми из другой культурной среды. А если нет возможности отправиться в отпуск, сходите на творческую встречу, мастер-класс или семинар приехавшего издалека известного человека. Вот такую неделю обещают нам звезды. С вами была Наталья Буслаева и программа «12 созвездий». До новых встреч и будьте счастливы!